Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом советском танке КВ-2. Бой произошел на карте линии Зигфрида в режиме штурм. КВ-2, как вы наверняка знаете, это один из самых таких фановых танков у нас в игре, который доставляет массовое удовольствие многим игрокам, так как является такой главной бабахой, самый проверенный, с которой можно с одной плюхи снести целый танк. Ну, по крайней мере, в топе. Хотя иногда и даже восьмерку можно снести, ну, по крайней мере, с поджогом. Там борщи нередко сгорают после выстрела КВ-2. Ну, и вот первая отличная плюха ПВК-30-01. Он подставил свой борт и наверняка пожалел об этом, так как получил ваншот. 770 прочности у него отлетает. КВ-2 едет в атаку. И, в общем, тут есть поблизости цели, которым можно нанести существенный урон. Он выстрел по шкоде, но урон не такой значительный, всего 402, хотя до 6 уровня это, конечно же, немало. И весьма даже приятно. Ну, и вообще на КВ-2 порой очень интересно играть, так как выкатился, дал кому-нибудь плюху с хорошим уроном, хотя как повезет еще. Ну, в топе, по крайней мере, действительно получаешь удовольствие от пробития танков. Итак, еще один выстрел. 350 урона. На этот раз тоже не так уж и мало. Ну, в принципе, для 6 уровня это весьма такой хороший показатель. Далее игрок замечает типа 58-го, который вообще КВ-2 не замечает, за что и поплатился. Получает он ваншот на все свои ХП. 750 прочности у него улетело. А далее игрок выжидает перезарядки. Ну, конечно же, не стоит на КД выезжать на противника. Это глупо. А враг может быть и за углом. Еще одна шикарная плюха по Арл-44. 705 урона игрок ему наносит, что крайне много. Далее наш герой решает тут прочекать. Вроде бы никого нету, кроме вот этого вот Т-14. Но он там прячется и подставляться пока что не спешит. Ну, игрок на всякий случай подождал его и не зря на самом деле. Ну, в этом, в общем-то, и заключается кайф, что достаточно попасть в силуэт танка, и в любом случае ты нанесешь ему урон. Особенное удовольствие это, когда ты пробиваешь. Еще один неприятель приехал. Это у нас Штук. И просто с одной плюхи ПТ-шка пятого уровня отправляется в ангар. Еще один неприятель. На этот раз это Як-Панзер-4. Высокий ДПМ у этой ПТ-шки, поэтому на нее лучше не выезжать. Но пока что она по союзнику стреляет. И игрок пользуется этим моментом. Но, правда, не удается добрать ПТ-шку с одного выстрела. Тем не менее, урон тоже добротный. Триста шестьдесят семь. Ну, союзники как-то быстро сливаются. И КВ-2 вскоре остается один. Нужно добирать ПТ-шку. Игрок чинится. Выезжает и забирает неприятеля. Сзади подъезжает китаец тип Т-34. Но он не пробивает КВ-2. Стреляет, правда, как-то на бум, на автоприцеле, наверное. Игрок тараном забирает китайца. И далее дает плюху японскому тяжелому танку УАИ. Противник умудряется бронебойным снарядом не пробить нашего героя. Хотя, если бы пробил бы, то, конечно, это точно ангар был бы. Но далее наш герой заходит в корму УАИ. Кстати, ловит он непробитие от арты. Стреляет в борт японцу. И уничтожает его. Осталось уничтожить две арты. Ну и это нужно сделать как можно быстрее, потому как все-таки КВ-2 не самый такой шустрый танк. И может он не успеть обнаружить арту и ликвидировать ее. Хотя есть еще вариант встать на захват и попробовать приманить таким образом артиллерию. Но пока что игрок решает поездить тут поблизости. Может быть арта далеко не стала переезжать. И повезет, если она тут на зеленке находится. Чуть больше трех минут у игрока есть на обнаружение и уничтожение арты. Едет наша КВ-шка осматривать окрестности. И тут засвечивается арта. Игрок пытается ее тут как-то выцелить, подъехать поближе. Но она копалась там за рельефом. Высовываться не собирается. И тут засвечивается внезапно вторая арта. АМХ игрок решает уничтожить именно ее. До начала высовывается и хватает УВН. Получается ее забрать. Выезжает арта немецкая. Выцеливает нашего героя. Но, в общем, наносит недостаточно урона ему. Повезло, что арта не особо опасная. И далее игрок спокойно уже разворачивается. И выстрелом добирает арту. Но промазать тут было сложно. Итак, давайте посмотрим на результат. Медаль Колобанова, медаль Пула, стальная стена, основной калибр. А также воин. Игрок нанес 5079 урона, 10 фрагов он смог сделать тут. И 1365 урона даже смог заблокировать. Надеюсь, бой вам понравился, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачных боев. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok